Доброго времени суток! Я приветствую вас сегодня, когда мы будем вместе открывать Библию, размышлять над уроком субботней школы. Сегодня у нас будет очень интересный урок, но перед этим немножко хочу сказать информацию. Я благодарен за все-все комментарии, которые вы писали, как вы отвечали на вопросы. Вам хочется, чтобы продолжалось именно в таком разрезе, чтобы было два комментария или два вида разбора. Поэтому мы будем стараться все-таки так и делать. Все эти в текстовом варианте варианты есть на свитке. Заходите на сайт свиток.су и там они есть. Распечатайте, смотрите. Они там даже выкладываются заранее, еще до субботы мы выкладываем там, чтобы были люди, ну или посмотрели эти, распечатывали до, субботы, чтобы были на разборе уже готовые версии, как они видят этот урок. Поэтому заходите туда, скачивайте, печатайте себе. Пускай они служат для вашей пользы. Сегодня непростой урок. Очень непростой, даже в богословии. Причем это не важно, адвентисты, не адвентисты. Для любой динаминации эта тема настолько сложная, настолько трудная. И если мы не поймем это, я считаю, до тех пор, до седьмого урока, у нас темы были еще легкие. Сегодня это попадается нам орешек. Очень тяжелый, такой трудный, ну сказать неудобоваримый, может он и проглотим, но очень трудные темы. Их надо понять. Потому что, если мы не поймем эту тему, очень много в нашей христианской жизни мы так и не поймем. Называется урок очень просто и коротко. Всего два понятия. Закон и благодать. Интересно, что именно на вот этих двух темах очень много богослов и сегодня ломают копья. Основной стих тоже интересный подобрали. Я не знаю, почему понравился этот текст, но очень интересный. Когда мы открываем послание апостола Павла к Галатам, И вот здесь интересный текст нам дается для нашего размышления. Это вторая глава. Мы прочитаем 21 стих. Это последний стих в этой главе. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». То есть две темы – закон и благодать. «Поднимает апостол Павел». Это очень серьезная тема. Потому что сегодня, когда мы поднимем эту тему закон и благодать, по большому счету закон – это мерила. И многие христиане сразу, когда слышат слово «закон», почему-то сразу идет речь о моральном законе. Мы сейчас поговорим об этом в этой теме. И когда говорится о благодати, почему-то большинство христиан сразу делают параллель на милость или милосердие. Но благодать и милосердие – это разные вещи. Мы об этом чуть-чуть дальше поговорим. Итак, интересная тема. Закон и благодать. Я бы хотел наш урок разобрать более так скурпулезно, можно сказать, даже с лупой, вот так очень внимательно и глубоко. Каждое из этих понятий – что такое закон, что такое благодать, вообще самоопределение, сферы применения, понятия, что это такое. Значит, первая мысль, раз у нас идет тема такая – закон. Значит, что такое закон? Когда вы сегодня встретите, неважно, с какой христианской динаминацией верующего, как только вы заикнетесь о самом понятии закон, вы услышите очень много вариантов, что это такое. Вот самоопределение закона, что это такое. Я когда открыл Википедию и посмотрел, что говорит нам Википедия на эту тему, то там, интересно, есть определение, что такое закон. Википедия говорит, что это нормативно-правовой акт, который принимается представительным или законодательным органом, который регулирует определенные общественные отношения и обеспечивает возможность применения мер государственного принуждения. Кроме того, в широком смысле, под законом, понимается любой нормативно-правовой акт, который действует в рамках правовой системы. То есть исторический закон пришел на смену правовому обычаю. И вот когда вы откроете новости сегодня, неважно, Украина, Россия, неважно, и вы увидите, какие сейчас гемарши идут именно по этой теме. В каком плане? Вот, допустим, вопрос прививок, вопрос ношения масок, этого кода. То есть Конституция об этом ничего не говорит. Наоборот, она поднимает вопрос о том, что это право, которое человек не имеет права распространять. Это личное его право. Лечиться, не лечиться и все остальное. И вот эти остальные законы, вернее, даже не законы, это постановы кабинета министров или там указа каких-то министров, когда это идет в разрез с Конституцией, начинаются конфликты. Поэтому вопрос закона, что первично, что вторично, это надо очень хорошо понимать. Поэтому, когда спрашиваешь у любого верующего, что такое закон, интересно, что в синодальной Библии слово закон используется 164 раза. Если вы откроете симфонию или любой поисковик и посмотрите, что это такое в понятии закон по Библии, вы просто поразитесь. Вот какие Библия дает определение или понятие слову закон? Я бы хотел вместе с вами пробежаться коротко, чтобы мы понимали, что все не так просто. Значит, первое понятие в Библии, что такое закон, оно применяется применительно ко всей Библии целиком. То есть это слово Божие в целом. И много таких текстов, где вы можете вспомнить. Это Псалом 18.8, 118-й Псалом – это вообще гимн о законе, и там вы можете увидеть очень много определений. Но там подразумевается Библия в целом. В Новом Завете тоже римлянам 3.27, Галатам 6.20, много текстов. То есть Библия в целиком принимается как закон. Второе определение закон вы можете встретить – это Танах или Ветхий Завет. К примеру, Иоанна 10.34. Христос ссылается именно, он говорит, не читали ли вы в законе. То есть он ссылается на тот Танах, который был во дни Христа для евреев. То есть то, что собрано было до последнего пророка Малахии, то есть до 4 века, до нашей эры. Третье определение, что такое закон – это Тора или Пятикнижья Моисея. То есть Ветхий Завет вообще делился на три части – закон, пророки и псалмы. Точно так же, как и Новый Завет делится на три таких фрагмента. И вот первый фрагмент – это Тора, закон Моисея. Тоже вы можете много текстов вспомнить, хоть в Ветхом, хоть в Новом Завете, когда применяется вот именно это определение. Когда Христос с учениками шел по дороге в Емаус, он начал объяснять то, что было о Христе в законе, пророках и псалмах. Пятое определение, что такое закон – мы можем это увидеть, когда это внутренняя побуждающая сила. Мне нравится, как это апостол Павел говорил о своем опыте. Он говорит, доброе, что хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Вот это внутри, вот это борьба. И он говорит, это тоже как закон. То есть закон духа, закон греха, закон свободы. Павел использует, Иаков использует. То есть это то, что внутри у человека. Следующее, шестое определение закона, которое мы можем найти в Библии – это моральный закон. И его еще называют «десять заповедей». Моральный закон. Поэтому мы долго останавливаться не будем. Седьмое определение, что такое закон в Библии – это церемониальный закон. То есть это то, что касалось принесения жертв. То есть то, что связано с их религиозным служением. Потому что эти жертвы указывали на Агонца, на Христа, как на Агонца, который взял на себя эти грехи. Его называют сегодня большинство богословов, как церемониальный закон. Были еще много законов, которые стоит в этот список внести. К примеру, аграрный закон. Много текстов на эту тему. Допустим, нельзя засевать поле двумя рода семян. То есть, чтобы не было перекрестного пыления. Шесть лет сажай огород, седьмой пускай отдыхает. То есть много законов, которые тоже Бог включил в этот список. Девятый закон. Его можем назвать карантинный закон. Что это такое? Карантинный закон. Карантинный закон. Это когда? Сегодня, если взять Украину, на Украине вы можете встретить такой момент, который происходит раз в году в Умане. Когда на могилу одного знаменитого еврейского богослова приезжают очень многие верующие, и там они встречаются с той проблемой, когда евреи, конкретно евреи, забывают именно вот этот закон экологический. То есть думают за окружающую среду. Когда после этого праздника уезжают евреи с Умани, бедные жители не знают, что делать с тем мусором, который кидают евреи где угодно и как попало. То есть очень важные законы. Бог говорит, надо соблюдать его, потому что, говорит, я святой, я хожу по стану, и смотрите, чтобы не было этого мусора. То есть вопрос... А, карантинный. Подождите, я забежал вперед. Карантинный закон – это когда люди заболевают, и надо за стан человека выслать, чтобы не было эпидемий. Десятый закон – это экологический. Это то, что я говорил по поводу Умани. То есть надо следить за чистотой, за окружающей средой, за порядком. Еще один закон, который вы можете встретить в Библии – это законы здоровья. То есть это то, что касалось питания, то, что касалось, какой вид одежды одевать, чтобы не было статистического электричества и так дальше. То есть законы здоровья. Еще были законы юридические. То есть там затрагивались многие вопросы. Это и то, что касалось каких-то проблем во взаимоотношениях. Даже в вопросе, когда живет человек, и там, допустим, собака кусачая, или волк, который бодался. Вот эти все вопросы юридические законы решал. Был еще обрядовый закон. Его можно назвать еще закон литургии. То есть помимо церемониального – это то, что какую жертву приносили, когда приносили, за что. А обрядовый закон – это еще как происходила сама литургия. То есть что, зачем, как, как оформлялось это все служение. То есть, когда мы смотрим на вот этот огромнейший список законов, даже когда мы используем слово «закон», надо понимать контекст вообще, о чем идет речь. То есть применительно к чему. Какой смысл мы вкладываем вот в это слово «закон». Дальше, когда мы, вот наша тема «закон» и «благодать», мы будем в первую очередь сегодня затрагивать вопрос морального закона. Как они соотносятся. То есть это то, что касалось определений. Второй момент, очень важный момент, который мы затронем сейчас – это вопрос истории. Это тоже очень непростой вопрос, который касается именно истории закона. Поэтому мы сейчас в первую очередь говорим о моральном законе, о вечном, как его Библия называет, о Божьем законе. Мы хорошо понимаем, что Писание дает очень мало информации по поводу начала вот этого вопроса вообще во Вселенной. Кроме Библии, мы как адвентисты считаем, что есть очень непростой такой, неплохой источник информации по этой теме – это книги Духопророчества. И вот когда мы открываем книги Лена Уайт и читаем, что говорит нам Дух Пророчества на эту тему, когда появился закон, вот сейчас я хотел бы, может быть, у многих адвентистов сказать, что шокировать, огорошить. Потому что есть очень интересная цитата, которая, может быть, на некоторые вопросы перевернет ваш взгляд. Я бы хотел ее зачитать полностью. Я небольшой фрагмент выведу на экран, но прочитаю ее полностью. Это цитата из книги «Правила счастливой жизни», 109-я страничка. А теперь внимательно ее прочитаем. На небесах никто не служит в духе законничества. Когда сатана восстал против закона Иеговы, а теперь обратите внимание, то сама мысль о существовании закона оказалась для ангелов чуть ли не открытием. Обратите на это внимание. Ведь они никогда не задумывались об этом. Они выполняют свою службу не как слуги, но как сыновья. Между ними и их отцом творит полное согласие. Послушание не обременяет их. Любовь к Богу превращает для них служение в радость. Обратите опять внимание на эту мысль. Мы говорим истории появления закона. Дух пророчества говорит, после того, как сатана согрешил или пошел вразрез с теми принципами, по которыми жили небожители в вечности, для ангелов оказалось чуть ли не открытием. Это очень интересная мысль. Сейчас подтвердим это Библией. Когда мы читаем Галатам, третья глава, мы ее читали уже, третью главу, девятнадцатый стишок интересный. «Законом я умер для закона, чтобы жить для...» Подождите, Галатам, А3, 19. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений. Обратите внимание, как Библия соотносит это с тем, что произошло однажды на небе. Закон дан после. То есть, что получается? Именно после зарождения бунта в сердце Люцифера, вот этот принцип, которым жили все ангелы, небожители, принцип любовь, после этого надо было немножко расширить, показать, в чем заключался этот принцип. То есть, вот этот бунт против принципа любовь к Богу Писание теперь назвало беззаконием. Это в Эзекииле 28, 15. И вот началась вот эта великая борьба, которая закончилась изгнанием бунтарей с неба. Так в Откровении написано. Затем происходит сотворение нашей земли. То есть, оно уже как бы подразумевается, вот этот принцип, любовь к Богу, любовь к ближним. Вот эти два принципа были открыты людям. Но людям этих принципов было мало. Поэтому Христос на горе Синай, когда написал вот эти 10 заповедей, он конкретно в 4 заповедях рассказал, в чем заключается принцип любви к Богу, и в остальных 6 он рассказал, что такое любовь к ближним. И вот интересно, когда ко Христу приходили и спрашивали, какие самые важные законы в Библии, Христос не на 10 заповедей обратил внимание, а именно на вот эти два принципа, которые были даны уже людям здесь на земле. И он говорит, на вот этих двух принципах весь закон, все Писание, все пророки. И когда мы возвращаемся к вечности, то, что нам говорит Библия, все-таки все человечество, все небожители вернутся к тому состоянию, которое было до грехопадения, к вот этому одному принципу, одному слову – любовь. То есть сначала был вот этот принцип закона, как мы понимаем сейчас, 10 заповедей вообще не было нигде, даже во Вселенной. Был только принцип любовь. Дьявол нарушил этот принцип любовь к Богу. Бог объяснил, что этот принцип нарушен. И он показал теперь два принципа. Людям этого было мало. Поэтому так происходило развитие. То есть Бог уже начинал разжевывать, комментировать, что такое любовь к Богу, любовь к ближним. А в конце оно вернется снова к этому одному принципу. Теперь самое интересное дальше начинается. Назначение. Вообще, для чего закон нужен? И опять, когда мы поднимаем вопрос христианства, возникают очень сильные дебаты. И это все из-за того, что многие люди не понимают самого назначения закона. Когда вы спросите у протестантов, большинство скажут, закон был до Христа, потом Христос его там прибил на кресте, распял и все. Когда сегодня спрашиваешь у адвентистов, адвентисты сразу говорят, закон показывает грех. Какое убогое представление о законе, о назначении закона. И те, и те неправильно понимают. Давайте вместе с вами сейчас будем открывать Слово Божие и изучать вообще, что такое, каково предназначение закона. Первый текст, который вместе с вами хотел бы вместе с вами открывать и читать. Когда мы читаем книгу «Чисел», пятнадцатая глава, записывайте себе, потому что это очень интересные вещи. Пятнадцатая глава «Чисел» мы прочитаем вместе с вами шестнадцатый стих. Закон один. «И одни права добудут для вас и для пришельца, живущего у вас». Первое предназначение закона – наделение правами и обязанностями, то есть ответственностью всех людей. То есть это не касается еврея, нееврея. Определение закона или назначение закона дать мне мои права и мою обязанность, чтобы я потом отвечал за свои поступки. Это первое предназначение закона. Давайте прочитаем второй отрывок, очень интересный. Когда мы читаем второзаконие, четвертая глава, сорок четвертый стих. «Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилю». Обратите внимание, закон или это не рамки, это не какой-то определитель. Здесь я смотрю, закон или само предназначение закона, он мне предложен. То есть это как подарок, это как дар, который для меня лучше что-то сделать. это не загоняет меня в угол. Это Божье предложение для меня. Дальше. Когда мы читаем первую хроник, интересный текст мы встречаем. Шестнадцатая глава и мы читаем такие слова. шестнадцатая глава мы прочитаем семнадцатый стишок. «И что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный?» Обратите интересное внимание. Дело в том, что закон и завет это одно целое. Я не представляю вообще, как христиане представляют себе, что они при крещении вступают с Богом в завет, при этом выкидывая за борт закон. Закон и завет это одно и целое. Это две части неразрывные. Вот обратите опять на это внимание. Это очень важная мысль. То есть закон это часть завета. Я не могу быть в завете с Богом, если у меня нет какого-то закона. Давайте посмотрим 18-й Псалом Давида. Я бы хотел вместе с вами прочесть восьмой стишок. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Вы посмотрите, какое предназначение закона. укреплять меня, умудрять меня. Вы представьте, насколько вообще-то сама идея о законе становится какой-то вообще классной, привлекательной. 118-й Псалом. Это самый длинный Псалтырь или глава Библии. Я бы хотел вместе с вами прочесть 77-й стишок. 92-й, кстати, тоже повторяет эту самую мысль. 77-й прочитаем. «Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое». Мне просто жалко, когда многие верующие, убрав закон, фактически убрали у себя возможность утешаться. Вот это предназначение закона тоже меня утешать. Вы представьте, вот под каким углом зрения теперь надо смотреть на этот закон. Давайте посмотрим в этой же главе, в этом 118-м псалме 142-й стишок. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Малахия во второй главе, в шестом стихе тоже повторяет эту идею. То есть здесь псалмист Малахия говорит интересную вещь. Закон открывает истину в последней инстанции. То есть добавить ничего нельзя. И те, которые сегодня пытаются убрать закон Божий, фактически они живут купированной истиной или урезанной. Вы понимаете, это очень разные вещи. Если взять, допустим, ту же программу Windows, поставить лицензионную или хакерскую, где многие вещи поурезали, вы посмотрите, как эта проблема потом аукнется дальше при работе с компьютером. Вот точно так же многие христиане относятся к закону Божию. Бог хочет через закон открыть всю истину, и многие христиане сознательно закрывают глаза и уши, разум от полноты всей истины. Читаем дальше 165-й стишок. «Велик мир у любящих закон твой и нет им преткновения». Посмотрите, псалмист говорит, закон дает мне мир. Как это не просто сейчас в этом неспокойном мире, где все бурлит от этого коронавируса, где проблемы всякие встречаются. Найти этот мир. Мир в сердце, в душе. Посмотрите, что дальше Соломон интересно продолжает. А, не, еще Давид в этом же псалме говорит, 174-й псалом, «Жажду спасения твоего Господи и закон твой утешение мое». То есть псалмист сравнивает закон Божий с этим платочком, которым можно вытереть слезы, утешить мое переживание. То есть утешает. Это тоже назначение закона меня утешить. Соломон в притче в 29-й главе еще одну мысль или предназначение закона открывает очень интересное. 18-й стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». То есть Соломон как бы подключается к этой мысли и говорит, закон, предназначение закона дать мне блаженство или счастье. То есть когда я живу в правильных рамках, когда я знаю, что это лучше для меня. Пример приведу, чтобы мы лучше это поняли. Разные животные по-разному ведут, когда их загоняют в загон. Нормальные животные, которые понимают, что в этом загоне есть еда, есть вода, есть защита, они идут никаких проблем. А вот те животные, которые любят свободу, для них вопрос пищи не важен, вопрос воды не важен, защита, они полагаются на свои ноги, то есть они рвутся с этого загона. И вот Соломон говорит, это лучше, это блаженство, когда я понимаю, как 22-й Псалом говорит, что Бог меня и накормит, и напоит, меня в этих рамках будет держать. Это лучше для меня в первую очередь, это блаженство. Пророк Иеремия, когда мы читаем пятую главу, он говорит нам в пятом стишке такую интересную мысль. «Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь, Господень, закон Бога своего». То есть речь о чем? Закон – это открытый путь Бога. То есть фактически вот то, что в GPRS-карты какие-то, они уже распечатаны. То есть я могу посмотреть, куда мне идти дальше, куда меня Бог хочет повести дальше. Открываем послание апостола Павла Кремлина. Интересное послание, где он тоже много говорит о законе. И вот в этом послании мы читаем в третьей главе вот такую интересную мысль. Третья глава, мы прочитаем девятнадцатый стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». То есть апостол Павел говорит о том, что закон, он определяет конкретно мою вину и даже выносит конкретный приговор, что я становлюсь виновен. То есть это одна из функций закона показать конкретно в чем я грешен и что за это следует. И последняя функция закона очень интересная и может быть сейчас одна из важных. Это когда мы читаем послание апостола Павла к Галатам 3 глава 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Немножко похожая мысль была у апостола Павла, я ее не вывожу на экран, я просто для вас хочу прочитать это в послании к римлянам в 10 главе. Он интересен, тоже на эту же тему как бы расширяет это дело 4 стих. Потому что конец закона Христос. Многие христиане сегодня не понимают значение слова конец. В оригинале стоит идея цель. То есть это последняя функция закона показать, что я за конкретный грех должен умереть, но у тебя есть выход. то есть он показывает или желает привести меня к Христу как выходу из этой проблемы. И вот здесь хочется вместе с вами, когда мы говорим о функции предназначения закона, хочется затронуть очень серьезную тему, вообще очень предостережение такое важное, которое касается каждого из нас, когда мы затрагуем тему закона. Давайте вместе с вами прочитаем два очень важных, две важных мысли. Это 1 Тимофея 1 глава с 8 стиха. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников и так дальше. То есть, что мы видим? Вот этот текст говорит две очень сильные темы или мысли, или предостережения. Во-первых, когда мы используем само понятие закон, апостол Павел говорит, закон нужно использовать закон но. То есть, понимая правильно его суть и предназначение. Это первая мысль, очень серьезная. То есть, если вы неправильно будете использовать закон или незаконно, это может привести к проблеме и вас лично, и к кому вы применяете этот закон неправильно. И второй момент, который Павел подчеркивает в этом отрывке, что закон в первую очередь страшен, сама идея, сама мысль о законе страшна не для праведника, а для грешника. Почему? Потому что, когда праведник, когда спасенный человек приходит ко Христу и живет со Христом, фактически конец закона Христос, я живу со Христом, я живу в этих рамках, в этих принципах. Это то, что касается закона. Это первая часть темы нашей, название темы, закон и благодать. Давайте поговорим немножко о благодати. Это тоже интересное понятие и очень много разных мнений по этой теме и о самом назначении, и о применении, и вообще что это такое. Давайте сначала определимся, а что такое благодать? Как вообще словари определяют, что это такое благодать? Когда мы открываем Википедию, то Википедия говорит о том, что благодать это одно из ключевых понятий христианского богословия и рассматривается как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Бога, без всяких заслуг со стороны предназначены для его спасения и освящения. Ну и так дальше. То есть, что можно, или как можно сказать проще вообще, что это такое, чтобы можно было как-то не расплывчато, не резиновым какими-то понятиями апеллировать, а вот конкретно, что это такое? Я бы хотел просто этот вопрос осветить на основании Библии. Я, может, не буду читать полностью всю эту историю. когда мы открываем Евангелие Иоанна, 8 глава, с 3 по 11 стих, мы читаем такую интересную историю. Библия говорит о том, что ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Я не буду говорить, они это правильно сделали, неправильно. Там проблема была подловить Христа, осудить его как-то. И вот здесь, как раз, вот в этой истории мы видим, как проявляется вопрос благодати. Библия говорит о том, что Христос, когда к Нему привели эту женщину и сказали, что по закону Моисея таких людей надо было побить камнями. Что ты скажешь? Интересно, Христос сразу же, прямо в глаза говорит, кто из вас без греха первый брось камень. А сам наклонился, Библия говорит, и начал там писать. Конечно, эти фарисеи очень были любопытны и начали потихонечку подходить и смотреть, что он там пишет. И он интересно начал писать грехи тех людей, которые привели вот эту женщину к Нему. И Библия говорит, они, будучи обличаемы совестью, начали один за другим, начинают старших покидать это место лобное. Христос поднимает взор, смотрит на эту женщину и спрашивает, где твои обвинители? Она в страхе, говорит, никто, все ушли, мы остались одни. И вот дальше интересна работа благодати. Христос говорит, и я не осуждаю тебя. Если бы на этом стояла точка, я бы тогда понимал всех протестантов, которые считают, что если вот так Бог не осуждает, значит, можно делать что угодно. А дальше Христос добавил, иди и впредь не греши. То есть эта история рассказывает, что такое благодать. Первое. Благодать принимает человека, не важно, что он сделал, когда и почему. Она просто его принимает, таким, как есть. Второе. Благодать готова прощать и не осуждать. Не важно, что человек сделал. Мария седьмую заповедь нарушила, Давид убийца. неважно. Третье. Но она никогда не закрывает глаза на будущее. То есть благодать не переходит в беззаконие или аннулирование закона, раз ты прощен. То есть благодать подразумевает изменение поведения человека в дальнейшем. И понимая, что человек сразу все не может изменить, она снисходит и помогает дойти к такому состоянию. И вот у нас сегодня был разбор субботней школы с учителями мы собирались и у нас поднялся вопрос. А в чем разница благодать и милосердие или милость? Вроде как синонимы, вроде. Но милость это просто человек прощает или Бог прощает и все. Это милость. А благодать она не просто прощает, она не просто показывает по какому стандарту жить дальше, но она и наделяет силой, чтобы этому стандарту соответствовать. Поэтому благодать и милость они как бы похожи, но это совершенно разные понятия. Давайте дальше посмотрим, вот так как мы по закону шли, историю благодати. Вообще как начала работать благодать? Вообще на кого она могла распространяться? Давайте начнем с самого начала. То есть самая важная вещь. Благодать предшествует закону и ведет к нему. Вот возьмем нашу землю. Я не беру сейчас вечности, как это началось с Люцифером. Давайте возьмем нашу землю. Вот смотрите, когда мы читаем самый первый закон, который Бог конкретно дал Адаму, мы читаем это в Бытие 2.16. От всякого дерева ты можешь кушать, только от этого дерева не кушай, потому что ты умирая умрешь. Так в оригинале написано. То есть мы видим сначала не закон, сначала Бог посадил деревья, это еще было в третий день, еще солнышка не было, и только потом дает закон. То есть сначала благодать, ты можешь этими деревьями пользоваться, и только потом ограничения. Вот эти можно, а вот это нельзя. И вот самое первое конкретное описание благодати мы находим в Бытие 3.15. То есть как только человек согрешил, вот эта благодать, сам механизм начал работать. И вот здесь, когда мы говорим о начале, очень важно затронуть вопрос сам механизм передачи как закона, так и благодати. А он был совершенно разный. Давайте откроем Евангелие Иоанна. Мы прочитаем буквально первую главу. И вот в первой главе мы находим очень интересный текст на эту тему. первая глава Иоанна. Мы прочитаем вместе с вами 17 стишок. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». То есть что нам вот этот текст открывает? Интересно, как закон, так и благодать, они непосредственно были или источник был Бог. Но вот если по поводу закона Бог разрешил Моисею передать лично им написанный закон людям. То есть он использовал человека, чтобы вот этот готовый написанный Богом закон передать людям. Это в отношении закона. Но когда я затравил... И самое интересное, Бог дал этот закон хотя Моисей его не писал, он просто его принес готовый. Сколько много людей его извратили, откомментировали, отредактировали, сколько компиляций на эту тему сделали. Это по поводу закона. Когда я смотрю благодать, в вопросе благодати Христос даже людям это не доверил. Вы обратите на это внимание. Христос пришел лично показать вообще, что это такое. Он не просто пришел показать, он продемонстрировал это и учил, как ее реально претворять. Вы представьте, если сегодня в отношении закона мы можем встретить столько много несуразностей в христианском мире, вы представьте, что было бы с благодатью. А теперь давайте посмотрим каково назначение благодать. Это тоже вполне резонный вопрос по поводу Божьей благодати. Смотрите, согрешил в свое время Люцифер, согрешил в свое время Адам и Ева. У меня вопрос, почему если взять человека, Бог дал человеку второй шанс? Почему для дьявола нет второго шанса? Почему так происходит? Если я внимательно читаю то, что говорит нам Библия, она очень мало на эту тему говорит, и то, что говорит нам дух пророчества, то мы можем сделать интересный вывод. Дело в том, что и там благодать работала. В каком плане? Очень много и часто и ангелы, и Христос разговаривали и с Люцифером, и с теми ангелами, которые за ним пошли. Но вот в отличие от людей, Люцифер и ангелы знали волю Божию в совершенстве. Досконально. Если мы читаем внимательно Библию, мы видим, Бог только-только сотворил людей. То есть они были как дети, только-только появились. Они любопытные были, они были еще, у них не было багажа опыта, они всего до конца не понимали, логика еще не развита была. Хотя они были предупреждены, что их тоже будут искушать, но они пали. И вот здесь большая разница между тем, что сделал Люцифер и тем, что сделал человек. Когда я читаю Дух Пророчества, интересно, Елена Вайдер говорит о том, что Люцифер в конце концов согласился и попросил ауденции у Христа, и он начал говорить о том, что давай начнем с нового листа, давай все это забудем и оставим все как есть, то есть я буду Люцифером, то есть самым старшим после тебя, на все это закроем глаза и все дальше. И Христос, интересно, сестра Вайд говорит, и Христос со слезами, понимая, что он так и не поменял свой характер, что он так и хочет положения и власти, сказал ему нет. Понимаете, это совершенно разные вещи. Если взять Люцифера, он стремился к славе, к почести, не думая о характере, о поклонении стремился, к цели к этой. А Христос говорит, нет, ты характер вообще, не думаешь за свой характер. Когда я смотрю на людей, да, сатана им подкинул вот эту идею, что они тоже могут стать богами. И они клюнули на эту наживку, но они не понимали всего. Поэтому для них вот этот шанс или второй шанс или вопрос благодати для них дан и открыт. Хорошо, возвращаемся к предназначению благодати. Каково ее предназначение? Первое, самый первый момент. Во-первых, благодать дает время человеку остановиться и покаяться. И в этот момент Бог использует разные способы и обстоятельства, чтобы спасти человека. Очень красиво вы можете об этом прочитать в Иова 33 глава с 14 по 24 стих. Бог говорит однажды, не послушать второй раз, во сне, в видении, потом вас в реанимацию везут, потом будут откачивать, кислородную подушку давать, может даже разряд током, чтобы сердце забилось. Для одной цели достучаться. Это вопрос благодати. И второй момент. Даже если Бог отмерил уже время на вот этих Божьих часах время благодати. Обратите внимание, Бог дает всегда немножко больше. То есть попускает. К примеру, несколько примеров библейских. Если взять жителей до потопа, Бог четко еще Еноху, потом Ною сказал, вот до потопа остается 120 лет. Читайте внимательно Библию. Бог дал еще одну неделю. То есть 120 лет прошло, но и зашел ковчег, потопа еще не было. Еще целая неделя было. Давайте возьмем жителей Палестины. Бог Авраму говорит, я даю 400 лет время благодати для вот этой территории, для этого региона, чтобы они, понимая все эти законы, которые ты им рассказывал, могли одуматься. Не получилось. И Библия говорит, еще прошло, помимо 400 лет, еще было 70. То есть Бог увеличивает время благодати. Возьмите вопрос с Ниневией. Иона приходит и говорит, еще 40 дней и все. Вы посмотрите, это было в 8 веке. Бог дал еще более несколько столетий, пока Ниневия не была разрушена. То есть вопрос благодати еще для этого. Может быть человек покавится. Вторая или третья часть моего урока, как я его вижу, я бы хотел использовать очень такое интересное слово, непростое слово, но оно применительно к нашей теме. Это слово синергия. Что это такое? Ну словари говорят о том, что это когда одна сила, другая сила, если их вместе соединить, это уже не две силы получается, а три. То есть синергия, это получается не сложение, а как бы умножение. Мы подняли вопрос закона и благодати. Поэтому Бог хочет, чтобы они не просто были рядышком или как две стороны одной медали, а чтобы они умножали возможность нашего спасения. и следующая мысль, которую я хотел вместе с вами поднять, это в вопросе синергии, это Божье предложение. Давайте посмотрим на два этих составляющих, которые Бог человеку предложил, законы благодати. Вот что идет зачем в планах Бога или в методе его работы спасения. Вот обратите внимание, даже когда мы читаем, это же мы второзаконие книгу изучаем, когда как Бог работал, сначала идет благодать, спасение, то есть Бог спасает, спасает сначала от рабства, потом спасает от этого войска, и только потом дает закон. То есть поймите одну вещь, если человек хочет сначала от Бога получить закон, а потом достигать спасения, это вылится в законничество. мы уже приводили эту историю с Марией, которую Христос простил, то же самое, сначала спасает, и только потом обращает внимание человека на вопрос послушания. Почему Бог выбирает именно вот эти два фактора, закон и благодать? Сегодня многие верующие почему-то делят, и вообще различают, или границу ставят между ними. И из-за этого, кстати, теряют очень много благословений. А они как в синергии работают должны вместе, то есть они дополняют друг друга, они усиливают работу Бога по спасению нашего. То есть с одной стороны закон показывает преимущество благодати, благодать показывает важность послушания спасенного человека. Какие последствия, если я принимаю это Божье предложение. То есть человек может быть спасен уже сейчас. То есть есть шанс спасения для вечности. Вот какие последствия, когда человек принимает закон Бога в опыте своей жизни. Помните, сколько мы много предназначений говорили? Он под охраной. То есть закон помогает не переступить эту черту. Он становится мудрым. Он имеет мир с Богом. Бог дает ему утешение. Он знает волю Божию. То есть это все последствия. Когда мы смотрим на последствия отвержения, к чему это приводит, когда человек не важно, что отвергает, закон или благодать, то есть человек сознательно отказывается от спасения. То есть это дает последствия, что человек приходит к анархии, к разнузданности, вседозволенности. То есть какой мы можем сделать вывод? Опасно отвергать как благодать, так и закон, который Бог предлагает для нас. Какой же наш выбор? К чему мы можем прийти? Вот в конце хотелось обратить внимание на все вот эти предложения Бога применительно к себе. То есть как я отношусь к благодати, которую Бог проявляет ко мне? Как я отношусь вообще к любому закону, как к воле Бога ко мне? Дело в том, что вопрос вечности, вопрос моей участи не будет решаться в то время, когда Христос придет. Он сейчас решается. Какой выбор я делаю сейчас? Что я выбираю и как я живу? Вообще когда мы смотрим на книгу второзакония, возможно больше всего, чем в любой книге Ветхого Завета, именно благодать и закон они очень тесно связаны. Причем таким образом, что их нельзя вообще рассматривать отдельно. Когда Моисей говорит о законе, он фактически раскрывает благодать. это то, что касается моего видения, как я этот урок увидел. Давайте приготовим наше пособие и попробуем быстренько ответить на те вопросы, которые задаются в нашем пособии. Воскресенье. Закон на небе. Интересное название было. И приводился текст Вазикиля 28 глава с 15 и 16 стишок. Я не буду зачитывать полностью его на экран, сейчас выведу этот отрывок. Идет речь о том, как Сатана согрешил или Люцифер, тогда еще Сатаны не было, Люцифер, как он согрешил на небе. И вот задается вопрос. Попытайтесь при помощи вот этого конкретного стиха доказать, что на небе существует и существовал нравственный закон. Ну, мы немножко за это затрагивали немножко раньше, когда говорили об этом. Сам принцип любовь был, и он его нарушил. Это уже называет Библия беззаконие. Потом это расширено было любовь к Богу ближнему, потом это расширено на 10 заповедей, но моральный принцип уже был. Дальше поднимается вопрос. в нашем уроке «Неужели от закона грех? Никак, но не иначе узнал грех как посредством закона. Может ли вот эта идея в принципе существовать на небе, где также существуют нравственные существа ангелы? Ну, конечно, может. Хотя мы вот эту цитату затрагивали Духопророчества, для многих ангелов это было как бы откровением. То есть вот такой полной расшифровки до грехопадения еще не было. почему идея нравственного закона неотделима от идеи нравственных существ? Духопророчества говорит, это вообще стиль их жизни было до того бунта, который Люцифер допустил. И последний вопрос интересный такой задается. А вот если бы не было этого закона, как мы могли определять, что нравственно, а что нет? Но знаете, сегодня с чем это можно сравнить? Если заходит ночью самолет на посадку, это все равно, что выключить все посадочные огни. Что хочет, то и делает. Это анархия. Ну, апостол Павел в Римлянам во второй главе говорит, есть еще одна деталька, очень интересная, которую Бог дал каждому человеку. Это вопрос совести. Совесть-то остается, она подсказывает. Понедельник. Закон в книге Второзакония. И вот тут нам дается задание прочитать очень много текстов со Второзакония и в каждом тексте находить, что тут говорится о законе. Давайте это домашнее задание сделаем сейчас вместе. Второзаконие четвертая глава. Мы прочитаем сорок четвертый стих. Кстати, мы его уже читали. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. То есть, что мы видим? Он предложен человеку. Второзаконие 17-19 И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога и старался исполнять все слова закона сего и постановления его. То есть, что мы видим? это помощь человеку каждый день, правильно жить. Вот в этих отношениях с Богом. 28-я глава, 58-й стишок. Это одна из длинных глав второзакония. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего написанные в Книсе и не будешь бояться сего славного страшного имени Господа Бога твоего». Вот это слово «Если» оно уже говорит о том, что когда я подхожу к закону, у меня есть выбор. Я могу прислушаться, могу выбрать свой путь. Второзаконие 30-я глава, мы читаем 10-й стишок. «Если будешь слушать гласа Господа Бога, то соблюдая заповеди его, постановления его, записанные в всей книге закона, если обратишься к Господу Богу, твоим всем сердцем и всею душою твоею». Здесь поднимается вопрос послушания закону от всего сердца. То есть это все равно проистекает из отношений с Богом. 31-я глава, 12-й стишок. «Собери народ и мужей, и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона всего». То есть этот текст говорит о том, что должно происходить практическое ежедневное обучение, как это применять в жизни. 32-я глава, мы читаем 46-й стишок. «Тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона всего». То есть интересная мысль, слова закона должны прививаться детям. 33-я глава, 2-й стишок. Интересно, здесь идет описание уже второго пришествия Христа. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона». То есть мы видим здесь закон – это основание Божьего правления. То есть это вселенская конституция. И вот здесь как по тексту написано «С правой стороны Бога она как бы горит огнем». Вопрос стоял. Как нам соблюдать закон, не становясь законниками? Простой вопрос и очень серьезный. Законником когда человек становится, когда он соблюдая какие-то правила, хочет через них получить спасение. То есть через вот эти предписания быть праведным. А когда послушание выражает как бы ответную благодарность спасенного человека, то это никогда нельзя назвать законничеством. Вторник. «Дабы тебе было хорошо». Приводился отрывок со второзакония 10 глава с 10 по 15 стишок. Там история о том, как Моисей ходил получать закон Божий у Христа на гору Синай. И там стоит вопрос. Я не буду читать этот отрывок, он у вас есть, на экране он выведен. Вопрос стоит. Как проявляется отношение Бога к Израилю. И на основании данного отрывка дайте характеристику отношения Бога к своему народу. Когда я читаю этот отрывок, Бог их принял, Бог их возлюбил, Бог их избрал, Бог хочет сделать для них все хорошо, и Бог выполняет свою клятву. То есть он открывается нам как любящий, как отец, который все пытается сделать для счастья и благополучия своих детей. Дальше приводится отрывок второзакония 10 глава 13 текст. То есть с этого же отрывка и мы читаем 13 стих. Интересный текст. Чтобы соблюдал заповеди Господа постановление его, которое сегодня заповедует тебе, дабы тебе было хорошо. И вопрос. Как вы думаете, почему человеку как в древности так и сегодня хорошо от того, что он соблюдает Божий закон? Ну по большому счету. Что мы здесь видим? Не мучает совесть. Я же живу по воле Бога. Знаю, как поступать, потому что Бог все прописал мне, причем к моему благу. И вот дальше стоит вопрос у нас в уроке. Что именно хорошего мы обретаем, следуя Божьим заповедям? А вот этот ответ я хотел переадресовать в класс. Это личный. Можно поделиться опытом в классе, можно обсудить, обговорить это дело. И последний вопрос за этот день. Как наш опыт послушания Божьему закону доказывает, что послушание способствует тому, чтобы нам было хорошо? Вот это тоже вопрос, который можно в классе обсудить. Среда. Раб в Египте. Нам дается задание прочесть старозаконие 5 глава 6 стих. Я не буду это читать текст. Там просто это как начало заповеди, второй вариант заповеди. Я Господь Бог Твой, Который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. И вопрос стоит. Почему человеку полезно вспоминать его жизнь до встречи с Богом? Дело в том, что если мы вспоминаем, то есть амнезии нет, если мы вспоминаем, что было до встречи с Богом, помня прошлое, нам легче теперь оценить Божью благодать, то, что для меня делает Бог. И когда я помню прошлое, я буду стараться не наступать на эти же грабли, то есть не возвращаться назад, то есть это как предостережение для меня помнить свое прошлое. Следующий интересный вопрос. Какие духовные уроки вы можете излечь для себя, сравнивая свою жизнь в рабстве греха и христианскую жизнь после встречи с Иисусом? Поделитесь своими размышлениями. Пожалуйста, вот это все можете делать в классе. Следующий вопрос. Прочитайте второзаконие 5 глава с 6 по 22 стих. Не буду читать этот отрывок. Это повтор всех этих 10 заповедей. второй вариант, который мы видим. И вопрос. В чем отличие изложения заповедей о субботе во второзаконии и восходе? И как вы думаете, почему Моисей, пересказывая заповедь о субботе во второзаконии, делает другой акцент на причине соблюдения субботы. То есть мы видим в чем разница. В исходе написано «Потому что я создал, Бог говорит, я ваш творец, надо соблюдать четвертую заповедь во второзаконии, потому что вывел вас из Египта или из рабства». Две причины, разные причины. И оба причины говорят, почему надо соблюдать субботу. Это первое. В книге второзаконии говорится, что я спасен в исходе, потому что я сотворен. Но обе причины важны. Как вы думаете, почему Моисей, пересказывая заповедь о субботе во второзаконии, делает другой акцент на причине соблюдения субботы? А вот это очень важный вопрос, потому что в исходе это было свежо, как их Бог вывел. Им надо было напомнить, что они сотворены. Когда они почти 38 лет блукали по пустыне, ходили, ходили, передвигались, пока не вымер весь тот народ, который захотел умереть. Вот теперь Моисей напоминает вторую причину, чтобы вот эти дети, которые уже выросли, помнили и второй момент, что они спасены из рабства. теперь это вас тоже касается, чтобы эта идея осталась у них в памяти. Четверг. Незаправедность твою. Интересное название. Приводится отрывок второзакония 9 глава 1 6 стихов. Мы не будем эти читать тексты, мы когда-то раньше в уроках затрагивали, они есть у вас на экране, я бы просто вопрос задал. Какие заслуги в кавычках израильска народа Бог дал им награду обетованную землю? Когда я смотрю на этот отрывок, вообще от слова совсем никаких заслуг не было. Как происшедшее здесь отражает принцип оправдания верой? Знаете, это реально, причем не только тогда, это реально и сегодня. Вы смотрите, взять израильский народ, это было в тот момент, когда они выходили из Египта, каждый день, когда они путешествовали по Израилю, то есть даже каждый день, когда они получали хлебушек от Бога, это везде вопрос, принцип оправдания верой, работы Божьей благодати. Подумайте о всех благословениях, которые Бог даровал лично вам, за какие ваши поступки или слова Господь вас вознаградил. Я бы хотел сказать, что это вообще личный вопрос. Если хотите, можете в классе этот вопрос поднять, осветить, ответить. Потому что, когда я смотрю на нас лично, на каждого, на себя, на вас, на нашем счету, по большому счету, есть только одно слово. Банкрот. То есть, все, что дает, делает, проявляет ко мне Бог, это можно выразить другим словом. Благодать. Вообще, когда мы размышляем об этих темах закон и благодать, какие-то непростые темы. С одной стороны, и простые, с другой стороны, очень сложные для понимания, а еще сложнее для применения. Я бы хотел, чтобы вы, когда будете еще раз перечитывать этот урок, готовиться к уроку в классе, я бы хотел, чтобы вы очень внимательно разобрали эти два понятия, посмотрели, как это освещает Библия, Дух Пророчества, посмотрели на свое отношение к этим понятиям и как они работают в вашей жизни. Пусть благословит вас в этом. Хочется, чтобы вы не просто этот урок поняли, попробовали его применить сначала к себе. Я благодарен за то, что вы были на этом разборе, смотрели меня, благодарен за то, что вы будете писать, потому что вопросы появятся и много вопросов. Я буду отвечать на каждый ваш комментарий. Я благодарен за то, что мы провели это время вместе с вами, изучая эту тему. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok